На первый курс Международного гуманитарного университета в текущем учебном году зачислено рекордное количество студентов – более 450 человек. Популярность такого набора вызвана широким выбором самых востребованных на современном рынке труда специальностей, а также высокое качество образования, которое получают студенты вуза. По традиции первокурсников поздравил президент Международного гуманитарного университета почетный гражданин Одессы и Одесской области академик Сергей Кивалов. Праздничное утро в колледжах Международного гуманитарного университета. 450 юношей и девушек стали студентами молодого и уже довольно успешного подразделения университета. Президент МГУ Сергей Кивалов подчеркивает – это уникальная цифра. В этом году взяли 450 студентов в колледж. Ни один вуз в Украине не набрал такое количество студентов в колледж. А почему? Потому что здесь качество подготовки и самое главное – есть те специальности, которые сегодня востребованы. Мы тем самым определяем дополнительные рабочие места в целом для людей. На сегодняшний день более 30% людей не имеют работы. Вот мы показываем, что помимо государственных высших учебных заведений, которые мы создаем, мы создаем негосударственные высшие учебные заведения. Я горжусь теми проектами, которые мы сделали вместе с нашей командой, командой единомышленников, командой, которая поддерживает все начинания. И самое главное – есть политическая поддержка. Политическая поддержка – это Украинская морская партия. Это очень важно, когда есть такая поддержка. Вот вам результат конкретно, что мы уже сделали. Я хочу сказать для всех школьников 9-10-11 классов, что обратите внимание на колледж МГУ, потому что это современное учебное заведение. Мы не ставим задачи просто дать или получить диплом нашим выпускникам, которые вот взяли диплом и не знают, куда его применить. Мы ставим свои задачи, приоритетом своим считаем, что получение качественных знаний, для того, чтобы студент, еще когда он учится в МГУ, уже мог определиться со своей профессией. В ходе торжественной линейки по традиции Сергей Кивало вручил первокурсникам символический студенческий билет и зачетную книжку. Теперь вам объявляют вашу зачетную книжку, которая будет вашим символом в колледже. Будучи негосударственным вузом, МГУ довольно быстро реагирует на изменения конъюнктуры рынка, каждый раз открывая новые востребованные специальности. Такие решения принимает ученый совет университета. Они не требуют длительных согласований со всеми подразделениями министерства, достаточно лишь получить соответствующую лицензию и привлечь необходимых специалистов. Мы впервые в этом году открыли гостинично-ресторанное дело. И вы знаете, в первый год сразу около ста человек поступило. А если бы это было бы, наверное, в государственном вузе, это столько проблем, чтобы открыть. Нужно согласовывать со всеми подразделениями министерства. Также хотелось бы отметить, что специальность популярная – это фармация, потому что фармация сейчас является очень актуальной на рынке труда. И в дальнейшем, так как у нас медицина развивается в стране и в связи с коронавирусом, который в стране необходимы будущие врачи, медики, фармацевты, поэтому действительно эти специальности стали очень востребованы. Талантливые студенты колледжей подготовили праздничный концерт ко Дню Знаний. Уже не первый год колледж проводит набор выпускников девятых классов по специальностям дизайн, IT-сфера, право, экономика, филология. Особой популярностью также пользуется специальность фармакология, которая ввиду пандемии коронавируса стала одной из самых востребованных. Кроме этого, увеличился набор по специальности психология. По количеству электронных заявлений от абитуриентов, эта специальность сегодня занимает четвертое место в Украине. У меня есть мечта – открыть свой ресторан. И вот только, наверное, поэтому я поступила сюда именно. Потому что, мне кажется, здесь больше вероятности того, что я получу качественные знания и смогу осуществить свою мечту. В первую очередь, это самый престижный город не только Одессы, но и Украины. Во-вторых, у меня уже надоела школа, и я решила выбрать именно этот колледж. Родители первокурсников отмечают и прекрасные условия в колледжах. Здесь создан учебный кампус, аналогов которому нет в других заведениях Одессы и страны. Я очень уважаю Сергея Васильевича и уверена, что я могу доверить образованию своих детей ему. Задача колледжа не просто выдать дипломы выпускникам. Главным приоритетом является получение студентами качественных знаний, а также возможность приобретения опыта работы и дальнейшего трудоустройства. Набрали студентов, пошли к нам, доверяют нашему вузу, пожалуйста, эффект вот вы сегодня видели. Я, знаете, смотрю, как расширять сегодня материальную базу Международного гуманитарного университета, потому что уже они с трудом вмещаются в тот аудиторный фонд, который есть в нашем университете. Я думаю, что мы славно поработали в этом году, мы сделали хороший набор, а самое главное, что качество поменялось. Сегодня в Международный гуманитарный университет пришли те дети, которые закончили 9 классов на отлично. Они не сдают вступительные экзамены, они сразу автоматически становятся студентами колледжа. Еще одним преимуществом обучения в колледже Международного гуманитарного университета является возможность по окончанию учебы стать студентом сразу третьего курса университета. Таким образом, выпускники колледжа, которые поступили после 9 класса, экономят год по сравнению со своими сверстниками, которые в это время продолжают учиться в школе. Эта возможность привлекает многих студентов колледжа, и большинство из них планирует в дальнейшем получить высшее образование.